Потому что как это обычно все происходит? Сначала ты пытаешься поднять себя, собраться. Дальше целый квест от разбудить ребенка. Это вот вообще, знаете, вот наше самое любимое. С утра просыпался, он не хочет от слова совсем. Дальше история про то, как он пытается пойти умыться, почистить зубы, позавтракать, там, не знаю, собраться. Это просто все, это вот минус, просто не знаю, там час моих нервов из моей жизни. Дальше мы выходим из дома с словами, что мы не хотим в сад, не хочу, не буду. Все, уже к саду подходит, уже бежит. Туда приходит радостный, обнимается, целуется, прощается со мной. Но, боже, что я испытываю каждое утро, мамы? Мы с вами просто героини, правда. Ты далеко? Ну, пока. Пока, пока. Молодцы, молодцы. Пока, пока. Все, люблю тебя. Ой, ты, боже мой. Все, пока. Давай, до вечера. Я думала, я смеется. Не интересовалась. Да. Смеется, да, сынок? Ой, сыночка, поцелуй ее? За ручку. Ой, боже мой. Ой, боже мой, ты мой кавалер. Аккуратно, зайчик. О, о, смотрите на него, гляньте, а. Все, уже пикап пошел. Смеется, как вот она. Она просто взяла и бросила меня. Ну, за что? Почему? А эти ее последние слова, это слишком жестоко. Слишком. Ты ничтожеств, ты ни на что не способен. Я устала от тебя, я ухожу. Ты задолбал, у тебя всегда воняет изо рта. Фу, вонючка. Что? Зубная щетка Reveeline? Теперь мой рот будет пахнуть вкуста. Здравствуйте, Татьяна. Мы рады вас приветствовать. Где расположитесь? Официант этого заведения. Я могу вам принести меню уже? Да, у вас очень красивый лук. Спасибо. Что за лук? Даже так? Меню нашего заведения. Что мы вам сегодня можем предложить? Аперитив. Вода, либо же вода с лимоном. Вода с лимоном. В основном меню у нас бутерброд с одной колбаской, с двумя колбасками, с тремя колбасками. Бутерброд с двумя колбасками. Десерт. Батончик без сахара. Есть некие проблемы нашими партнерами с логистической компанией, которая занимается привозом продукта. Раздела десерт. Еще нет. Они еще не доехали. Ну и из горячительных напитков у нас... Кофе с ванилином. На этом все? Да. Я сейчас вернусь. Афина, а что там такое? Что там за тусовка? Мы идем за тусовку. На самом-то деле, на самом-то деле, мы идем в садик. И вот так долго мы готовились, и вот собирались. Вот, первый раз отложил дочку в детский садик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, все, сандалики приодели. Теперь мы готовы идти в группу. Да, это не группа, кровь. Эй, папа, вот она косынка, нормальная. Вот она косынка, мать косынку нашла. Вот такая вот тусовка. Вот ее косынка, которая у нас хорошая. Папа все изучил, теперь будет водить в сад. Есть взрослые тусовки, после них хочется отсыпаться. А есть детские тусовки в детском саду, после которых тоже хочется отсыпаться. Так, ну что, всем доброе утро. Я сегодня такая счастливая проснулась. И именно сегодня, в этот день, я родила свою любимую доченьку. Не, еще не родила, в 11.20. В 11.20 утра. И я до сих пор помню эти эмоции. Девять месяцев под сердцем, всю жизнь в сердце. Не столько хочется сказать, не сказать в песне. Это чувство не сравнить ни с чем, если честно. Когда мир настолько мал, что тебе в нем тесно. Я до утра молюсь, не смыкая веки. Просто будь, пожалуйста, будь хорошим человеком. Заклинаю тебя, это сложно в нашем веке. Чтобы не случилось в жизни, оставайся человеком. Чудо. Мы еще не знакомы с тобой, но до встречи считаю минуты. А не в вечность, как будто. Пожидание и чудо. Я молюсь за тебя, ты придешь в мою жизнь. Я беречь тебя буду. Нежно укутать. Девчонки, я вам уже как-то рассказывала, что я полностью убирала свои губки. Но, как оказалось, мне не полностью выделили весь филер. Поэтому я сегодня приехала. Буду убирать филер из своих губок. Потом сделаю красивую форму. Ухожу к вам, значит, в историю ночью. Просили показать, как мои выглядят губы. В прекрасном они, в принципе, состоянии. Единственное, но это вот этот синяк. Просто как усы. Что это такое вообще-то? Мне вообще это не нравится. Вот эти-то синячки еще ладно. Но вот это вот. Ну, такое себе, знаете ли. Мне на завтра надо было поехать в зал. К стоматологу. Завтра, походу, просто поеду к стоматологу. Потому что его откладывать нельзя. А вот зал. Я не знаю. Дома, что ли, потренироваться завтра с резинками. Ну, такое себе. Напишите мне, пожалуйста, еще мазь какую-нибудь хорошую. Советуйте. Как можно быстрее у меня пошел этот синяк висячий. Я держалась, держалась. Меня, блин, просто накрыло. Не могу успокоиться. Нет, просто квартира просто уже вот здесь стоит. Вы не представляете, как сложно самой, блин, одной переезжать. Только вроде закончила с этим совсем. Полетела отдыхать. Думаю, с новыми силами прилечу. Прилетаю тут опять, пиздец. Опять не могу ни делами, ни чем заниматься. Потому что нужно, блядь, искать квартиру. Считаю супер. Короче, я забила просто хер большой, толстый. Так будет, так будет. Вообще все равно. В общем, не знаю. Хочу просто спокойно жить, блин. Тут какие-то вопросы, блядь, непонятные, которые надо решать. Сейчас это очень модно. Эти шапочки, эти чулочки. Это как-то песец просто. Да. Вообще не понимаю. Спрашивать не хочу. У нас опять с Кристиной спор по поводу внешнего вида. Значит, она мне утверждает, что вот этот лук, это модно. Девочки, пожалуйста, поддержите меня. Ну, кто там смотрит за стилем. Во-первых, модная шапочка. Модная юбочка. И модные туфельки. Кристин, ну что ты. Я сперва на вот юбку, да, одела. Вот где-то она короткая. Я говорю, слишком короткая. Она почти колени. Да, вам не рассказывай. Но вот это что это вообще за кордебалет-то? Не могу понять. Кристин, куда? Ребят, девчата, мы с вами победили. Вот она. На самом деле. Вот, вот, вот она, красотка. Я на ноги продолжу. Давай. Я переоделась, потому что мы за сыном в сад пошли. Потому что мы все дела сделали. А так, ну вот посмотрите, царица. Просто тоненькие встроенные ножки. Носочки добавляют романтики. Шапочка. Ну, единственное, с чем я могу согласиться. Носочки добавляют романтики. Это модный приговор. Такие очень красивые, такие нежные, там. Что, наверное, шапочку надо было отдельно от этих носков одевать. А носки отдельно от шапочки. И носки под рубашку. Потому что они такие, как они? Все, спасибо. Спасибо, до свидания. Ажурчатые. Ажурные. Ажурные. Ажурчатые. Мое лицо и лицо Тани. У меня второе подбородок. Вот так второе подбородок? Да. Вот так. Я же сверху снимаю. У меня большая. Ой, ладно. В общем, Таня ночью подверглась сильному избиению. Наша девочка как будто бы, ну, растет в боице UFC. Она ей отбила уже все ребра. Таня начала переживать. Она говорит, я в интернете прочитала, что вообще одной девочке... Я в интернете подписываюсь. Подписываться. Да, ладно. Одной девочке вообще ребенок поломал ребро. Я себе виртуально думает съехать в трампун. Танечка, что в целом скажешь? А ты реально вот так сидела все это время? Красиво, да? Сверху снимал. Так себя сверху снимала. А тебя? Так ты что же сверху? Да, конечно. Я же выше тебя. Танечка, в целом положение дел какое? Хочу есть. Идем. Смотрите, кстати, какая я загорелая. Там шоколадка, шоколадка. Ну ладно, еще не совсем шоколадка, но в целом уже видны изменения. Все-таки я люблю себя больше с загаром, хотя всегда думала, что мне моя белоснежная кожа идеально гармонирует и подходит к моей внешности. Но каждый раз, когда делаю себе моментальный загар, понимаю, что все-таки загар – это восторг, девочки. Это очень красиво. Обожаю просто. Ребята, все, что говорил матроска по поводу бутербродов, он был неправ. Запоминайте рецепт простого, полезного для здоровья бутерброда. Берем арбуз, черный принц, желтый внутри, серый, кладем курочку, приготовленный на гриле. И вот так вот. Да, вот этот бутерброд, матроска надо будет очень нравиться. Кушайте с нами. Ну а что еще самое, конечно, приятное? Так зарытое море на фоне этих потрясающих гор. Кушать вкуснейший крымский арбуз. Как фирма, не фирма, сорт черный принц. Да, на черт расскажу. Ты что, мама, убьешь? Почему, когда я так вкусно и сладко сплю, мама не спит из-за тебя? Зачем ты убьешь по ребрам? Вот эта ножка вот здесь, вот эта ножка, убирай ее. Давай, в другое место. Хватил. Ты видел, как она дернулась? Маленькая. Стой. Малютка, все, маму не бей. Чуть-чуть осталось, сейчас выберешься оттуда, будешь по мне там ходить. Через несколько лет. Пинать меня там ножками будешь. Маму все, перестань пинать. Будь чуть поласковее с ней. Она же чтобы ласковая. Хорошо? Маленькая. Девочка, что, опять давит? Тут больно. Серьезно? Да. У меня вот такие трусы были. Вот такие трусы. И вот такие трусы были. Но у него где-то вот так вот висят, вот тут, пляшки трутся и натирают очень сильно. Если джинсовые шорты, они вот так вот заворачиваются, так вот в полку еще залазят постоянно. Это не очень хорошие трусы на ледо. Жена купила вот такие трусы, вот такие трусы, вот такие еще трусы. У них резинка классная, кстати. У них еще ткань тоненькая. И не так много ее, как на моих старых. Вроде бы мне как бы должно удобно быть заниматься. Я вам быстро покажу. Жена не разрешает много показывать. Вот. Вроде трусы есть, а вроде трусов и нет. Эти больше не нужны. Размеры большие. Хочешь такие же. Я артикул оставлю в описании. Запекаю рыбку. Завтра у меня опять перелет. Лечу в Москву. Не буду делать никакой интриги. Лечу к себе в шоу-рум. Очень по нему соскучилась. Кстати, вообще лечу без багажа абсолютно. Потому что все наряды хочу взять из своего магазина. Обратно с чемоданом. Туда без чемодана. Как-то так. Еще в Элборис у нас куртки классные. Уже такие осень-зима пришли. Тоже надо этим заняться всем. В общем, дело не в проворот. Я почему-то считала, что в 38 лет у семейных людей какая-то начинается оседлая, нудная жизнь. Ни фига об оседлой, нудной жизни можно только мечтать. Вообще нет. Лежит, болеет. 37 у человека. 37,1. А-а-а! 37,1. Это раз. А во-вторых, я бы тебя не оставил. А я тебя куда оставляю? Ну ты уезжаешь, доктор. По работе, Муничка. Ты мне сам билеты покупал. Ну а если бы ты болела, я бы не уехал. Так, хватит мне виновать, билеты сгорят. Из 37,1. Ой, Костя. Продержишься. Костя ломает все, блин. Может капельницу вызвать. Прикиньте, сейчас снимаю сториз. Вот предыдущий. Думаю, кто ржет. Оборачивает, просто стоит целый класс. Ну не знаю, нам человек 15 мальчишек и ржут. Я думаю, они то ли за мной смотрят, то ли за мотоциклами. Одну из двух. Думаю, ладно, за мотоциклами. Подходит ко мне парень с телефоном. Я вижу, что он снимает. Он говорит, девушка, вашей маме зять не нужен? Я говорю, а ты себя предлагаешь? Он говорит, да. Я говорю, такой, как ты нужен. Он заулыбался. Его глаз ржет. Он говорит, а ты можешь мне подыграть? Я говорю, это твои? Он говорит, да. Он говорит, ты можешь мне подыграть? Пойдем за ручку. Мы за ручку взялись. И вышли из моего класса, я в осадок просто выпал. Это так смешно было. Они же прям, давай свистеть там. Прикалываются. Там где-то стоят, вон там. Рассказываю вам эту историю. Бежим на поезд. Но Даниэль едет на соревнования, чтобы красивее. Я еду домой. Лаки, мы везем контрабанды. На нее нет билета. Но мы рассчитываем, что мы ее сможем провести в рюкзаке. Контрабанды везем. Сейчас будем перекладывать ее в рюкзак. Потому что билет не куплен на кашейку. Если проводится на тебя подписано, я тебя влюбью. А я завтра выложу, когда мы уже доедем. Маки, ты понимаешь, какие приключения тут сейчас видят? Электропоезд, контрабанды. Контрабас. Казан прибивает на 10-й. Ну все. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. Вон детей же можно, а чем они лучше. Пожелайте нам ни пуха, ни пера, чтобы получалось ее провести. Так, ну-ка, ну-ка, прошли. Как без палева. Спросили, ну а где моя собачка? Я сказала, что собачка уже тю-тю в Москве. Папец, лапец, тебе повезло. Она лучше. Вообще просто спит. Она... Она еще от того не отошла. Ей только ногу отрезану. Ну что, последние новости. Кошку провезли. Она спокойненько лежит в культике у Даниэля. Мы ей открыли отсек, чтобы ей было не душно. Она не уютная, но очень спокойная. Она просто спит. Поэтому эта кошка может быть огромным путешественником. И мы ее будем вам частенько показывать. Так, значит, отчет по сегодняшнему дню. Привел сегодня дочку в садик. Она мне говорит, куда вы привели? Я говорю, а что с ней не так? Что у нее? Три ноги, четыре уха. Что у нее? Рога, копыта. Что у нее? Что у нее? Они говорят, у нее конъюнктивит. Забрал ребенка. Промываю весь день чаем. Купил тетрациклиновую мазь. Поэтому мойте руки, мойте жопу. Вообще мойте все, что моется. И будут ваши дети здоровые и счастливые. Еще Митенька, мой любимый. Сегодня осуществилась его очередная мечта. Сегодня он приобрел трюковой самокат. Спасибо, мое солнышко. Ничего себе. Это что такое, кисулечка? Ты как? Замечательный ребенок. Закладки находят какие-то странные. Смотрите, какой у нас закат. Фу-фу-фу. Очень красиво. Ладно, хорошего вечера вам. Мя! Мя! Ну как, ты доволен? Конечно, доволен. Я тоже. Ну, что у меня смеются? Не интересовалась. Да. Смеется, да, сынок? Сыночка, поцелуй ее. За ручку. Ой, мой, 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 ты мой, кавалер. Аккуратно, зайчик. Смотрите на него. Гляньте, а. Все, уже пикап пошел. Смеется, как это нын. Итак, доброго утра. Мы, я даже не знаю, как это назвать. Здесь, будто бы, ребят, будто бы я не на корабле, а в каком-то маленьком городе, где есть абсолютно все. Вот, начиная от горок, заканчивая дьюти-фри, бутичками. Здесь, в целом, можно прямо-таки... Я живу в Яфт Клабе. Какой вот у меня особенный браслетик, отличающийся. Много преимуществ, много ресторанов, которые у меня в доступе. Буду вам все рассказывать порционно, потому что он огромный, и здесь есть абсолютно все. Театр, аквапарк, спа. Я не знаю, все, что угодно, вот, все есть. Все здесь есть на территории. Недели хватит мне вам все это рассказать. Не знаю, все, что угодно, вот, все. Ребята, что за космос вообще? Что за галактика? Вместе с нами горочка тут, мы на ней прокатимся, 100%. Полное ощущение того, что я не на корабле. А вот, а мой первый круиз. Здравствуйте, Татьяна, мы рады вас приветствовать. Где расположитесь? Официант данного заведения. Я могу вам принести меню уже? Да, у вас очень красивый лук. Спасибо. Что за галактика? Что за галактика? Даже так? Меню нашего заведения. Что мы вам сегодня можем предложить? Аперитив. Вода, либо же вода с лимоном. Вода с лимоном. В основном в меню у нас бутерброд с одной колбаской, с двумя колбасками, с тремя колбасками. Бутерброд с двумя колбасками. Десерт. Батончик без сахара. Есть некие проблемы нашими партнерами с логистической компанией, которые занимаются привозом продукта. Раздела десерт. Еще нет. Они еще не доехали. Ну и из горячительных напитков у нас... Кофе с ванилином. На этом все? Да. Я сейчас вернусь. Привет, добрый обед, малыш. Да, я красиво себя сниму, они как-то меня снимают. Нормально, я снимаю, это мой канал. Всем привет, мы приехали в парк погулять, поплавать, что-нибудь поделать еще. Скажите, напишите в комментариях, где нам сегодня быть с вами, здесь или в инсте. Мы подумаем, Катюш, ну ты красивая всегда, ну что ты, ну что ты, ты булочка моя, самая сладенькая. Я вот когда кофе заказываю, булку не покупаю, потому что у меня вот теперь есть. Привет, всем привет. Слушай, а ты что, вчера в прямой эфир уходила? Да. Да? Да. Мне говорят, надо вместе выскочить, на вопросы поотвечать. Да. Что думаешь? Да? Что у меня там? Да, здесь, смотрите. Вон, красота какая. Давай мне руку помоем. Это можно? Ты не пупец. Типа, хочешь от нас есть? Нет. Давай, я расскажу, чтобы я достал. Выбери обратно. Пережеванная. Да ты дурак, мы, что ли, или что? Так, не шатайся, касалась. Держимся за поручень. Пожалуйста, сядь. Ну, я тебя прошу, ну, мне не нужно вот этого вот вообще стресса. Мне и так жизни полно. Что ты еще сказала? Что я сейчас сказала? Я хочу, чтобы ты мне чухал спину до старости лет. Это мы в старости. Посмотрите, он делает массажик своей принцессе. Это мы с Катюшей. Принцессия. Ну, реально. Она какая-то такая деловая, строгая. Да, мы, короче, с тобой, ну, прям, похожи, как будто бы, знаешь, чуть-чуть. Она как будто бы даже увидела, что я снимаю. Ну, близко, кстати, меня еще не можно. Дело в том, что Катя постоянно просит меня почухать спину, я это вообще терпеть не могу, реально. И он делает это как на отвали вот так. Да нормально я тебе делаю? Нет, честно, ты ужасно делаешь, тебе надо научиться. Она говорит, тебе придется. Как раз лет 60 я привыкну уже. Я ему на лобном и с ними говорю, гладь меня, гладь меня. Полностью. Вот так вот. Валяю тебя. Вот это вот что? Как булочку. Надо, типа, тесто замесить. Так ты показывай сама. Я и так тебя гладь. Вот я, кстати, с любовью, а ты... А я. Всем привет. Как вы заметили, я сняла нарученные волосы. Все, теперь я тетя Мотя. Не желаете поменять табло? Конечно, а ты ее спрятал. Наши любимые рабочие будни. Молодая семья. Вот, это знаете, когда у тебя был самый шикарный секс на свете. Ты сидишь просто с лицом. Она же сказала, что было. Уже сказала, не было. Вот что видно, да? Она сказала, что Молоденька. Мы перевели для... Клава, ты опоздала с новостями. А они поругались уже? Да, они уже поругались. Видно, Молоденька. И нам рахалась, и выспалась, и приготовила, и убрала. Все новости пропустила. Понятно, что Виталику не понравилось. Нехозяйственное оказалось. Даже постель не закрывается. Как так не упустила такую постель не заправить? Старая кошелка. Старая кошелка. Старая кошелка, старая. О, где ж ты была такая? Откуда ж тебя такую... Что, нормально? Я первая. Клава, ты последний. Да. Что такое? Смотри, какая жопа. Да, выходи, Вероник. Виктория, какую выбрать? Они все одинаковые? Нет, не одинаковые. Нет, это не носик. Это кнопочка. Вот эта. Прикинь, я тоже думаю, я... Да? Мне она больше всего нравится. Угу. Я тебе сказал, приведи пример. Нет. Послушай, ты можешь кричать. Давай диалогом. Давай диалогом. Смотри, ты сказала, я про деньги. Это называется... Ну, хорошо, продать, скажи пример, приведи. Не разрушить пары, чтобы тут кровью пасли кого-то не было. Но ты балаболишься. Ты сейчас водой кидаешься. Я сейчас опять. Да, потому что ты водой кидаешься. Слушай, ты воду льешься. Своё мнение, то есть все тоже, как и я, сидите... Хорошо, я тоже могу сказать, ты выезжаешь за периметром. Скажите, как ты пускайся. Нет, я могу тоже сказать. Пример. Давай пример. Я могу, что ты там сказала, из-за конкурса, что ты делаешь? Давай, пример мне скажи. Вот ты что делаешь? Каждый день не пытаешься. Вот ты, сука, она будет беременной ходить, твоя жена будет, а ты сейчас такие про неё вещи говоришь. Это реально вкуса тебе? Да. Который в жизни мне не признает. Слышишь, Лёха, ты так реагируешь, офигеть просто. Да. Я понимаю, если ты там чувствуешь... Он говорит... Если ты не хочешь вытерять... Мы не все хотим, чтобы здесь люди были сейчас. Если ты вынужден, чтобы подсовывать... Я не хочу, чтобы подсовывать... Конечно, подсовывать... Станя, отсосуй, я тебе сразу ещё мучку, да? Давайте так сразу, пусть Станя, отсосуй ему. Ну что вы несёте вообще, целуй ему, ещё что-то? Либо... Горячий, кто твой друг? Мой друг? Это мой. Спасибо. А ещё у тебя есть друзья здесь, на Поляне? За эту неделю я понимаю, что у меня их нету здесь. Как ты это понял? Помимо Максима. Да потому что все желают мне не очень хорошего. Потому что мне все хотят скрестить с одной девочкой. Что за девочка? Которая мне не нравится. Они говорят, что надо. Говорят, о чём говорит? О чём? Это говорит о том, что они не будут против моей воли. Но ты стой на своё. Ну я стой, естественно. У меня своё мнение есть. Зачем мне слушать всех? Правильно. Молодец, горячий. Значит, я буду стоять на своей точке зрения, на своё мнение. Ну смотри не по мне, если будешь долго стоять. Не-не-не. На своей точке зрения. Друзья, вы читали новости. Я хочу немножко прокомментировать. На самом деле, скорее всего, я предвижу момент того, что все будут писать о том, что я на себя накидываю пухой. Кому я вообще нужна, блядь. Но вы меня обсуждаете. Это факт. И очень много неконструктивной критики. Очень много тех, кто может реально пройтись, блядь, ну так хорошенично по внешности, вообще не подбирая слова. Это тоже факт. В общем, я просто, не то чтобы я особенная, именно меня там обсуждают, обсуждают всех, но я просто была не готова к этому. Я, ну, впервые попадаю в пространство медийное, где мне люди могут давать оценку, и она не только может быть положительной. Была не готова. Что я ещё хочу сказать в итоге? В итоге, что хочу сказать? В общем, я, мне надоело постоянно вот это вот сидеть, в этом читать, потом страдать, там, всё, я не могу. Я хочу быть с собой, да, я не идеальна, да, у меня проблемы с речью, да, я матершинница, да, я, возможно, вообще не самая умная, не самая красивая. Ну и вот такая какая есть. Поэтому досвидули, досвидули те, кто пишет, что им что-то не нравится. И самое вот ещё, вот один момент. Пришла ещё такая мысль в голову, хочу с вами поделиться, насколько это вообще страшно, всю жизнь жить и действовать не по сердцу, не так, как ты чувствуешь, не так, как тебе нравится, как хочешь, а так, как якобы правильно для того, чтобы угодить другим людям. И к 23 годам прийти к пониманию того, что кто вообще я, а какая я на самом деле. Короче, нужно срочно знакомиться с собой. И я дала себе обещание, что с сегодняшнего дня я всегда теперь буду спрашивать себя, как ты хочешь, как тебе нравится, и поступать по сердцу. Ребята, ну что, всем салют. Вы, наверное, потеряли меня сегодня, весь день я не выходил по причине того, что телефоны мы отдаём своим ведущим. У нас такой, так сказать, небольшой детокс, небольшой вызов себе, находиться без телефонов. Да, это сложно, как бы забавно это не казалось, но для меня телефоны как третья рука. Короче, вообще дело не в этом, это всё вы увидите в эфирах. Ситуация в другом заключается. Я сейчас еду за Катей и организовал ей очень крутой сюрприз. Не знаю, буду ли я что-то показывать, выкладывать сюда, но камерку взял с собой. Хочу, чтобы прям был эффект вау, хочу, чтобы она кайфанула, и мы расслабили себя, были вдвоём. Короче, смотрите, следите. Я, честно говоря, даже переживаю немножко. Чего мы так стоим, дверь смотрим? А? Макс? Не понимаю, зачем? Почему ты смотришь в дверь? Просто стоит и смотрит в дверь. Я наблюдаю. А чё ты наблюдаешь? Скандал. Чё за скандал? Вики, Ирина и тебя. А ты типа в стороне стоишь, да? Я не знаю, что делать больше. С стену смотреть. Это так забавно было, Максим. Ты просто стоишь, смотришь стену. А чё мне с камерой? Ну, сегодня просто был день скандалов. Скандалы, скандалы, скандалы. Но я на позитивных вибрациях. Я чисто сегодня такая, как шалтай-балтай. Там поговорила, тут поговорила. Отношения не строю. Филоню. Скрывать не буду. А что мы тут, Веря? Филоню. Веря, бежим, быстрее, быстрее. Веря. Сейчас посмотрим, сколько сбежит. Веря, кросс бежим. Быстрее, быстрее. Прыгай. Бегом. Веря, опаздываем. Бегом, бегом. Сейчас, вот, всё, запрыгнула. Замечательно. Больше новостей из дома 2 читай на сайте Гест Игра.